антон бека спасибо вам за эту встречу мы все-таки топаем то в одну сторону и даже если мы падаем мы падаем вместе нет ну это абсолютно потрясающе не представляешь какой он спорщик у него здесь ужасный касси он все время спорит вот давайте о детях все-таки пожалуйста о вашем свидетельстве подожди давай узнаем кто ты кто я давай подумаем как мы будем жить по моему я немножко герой вы везде это демонстрируете показываете не прячете мы всего-то на все 18 лет вместе вы абсолютно разные мама говорит что мы похожи даже разговариваем одинаково антон бека спасибо вам за эту встречу уже априори говорю и очень рада тому что наши зрители смогут узнать вас поближе ну вот серьезно взаимно спасибо хочется начать я все время на вас смотрю я все время читаю про вас и понимаю ну насколько два разных человека об этом уже говорилось сотни раз да уже и показывалась мама говорит что мы похожи же мы даже разговариваем одинаково но это большое счастье то что когда мы не на то что когда мы встретились мы не обладали вот тем багажом знаний и умением рассуждений которые есть на сегодняшний день в нашей возрастной категории 40 плюс потому что мы встретились и уже на третий день не расставались если бы мы сели за стол 50 минус если бы мы сели за стол и начали бы обсуждать так давай узнаем кто ты кто я давай подумаем как мы будем жить давай определимся вообще к чему мы будем стремиться от чего мы будем наоборот отходить мы бы никогда не были бы вместе и мы бы наверное даже не дружили потому что как вы правильно сказали столь разных людей вот так свести вместе вот слава богу за то что в тот момент мы не умели рассуждать и мы руководствовались больше своими эмоциями и чувствами нет ну это абсолютно потрясающе черное белое холодолюбивые теплокровные темпераментные такая спокойная и смирение когда я танцую нет эти качества у нас как раз такие как в переливающихся сосудах а где-то точка соприкосновения все-таки в которой вы ну абсолютно единодушны стремление к одному стремление к я думал ты скажешь мы любим друг друга вот но я но я же не могу просто так сказать должен как это это вот сейчас прийти к этому стремление и цели у нас одинаковые но вот опять же таки да вот мы вот так вот друг другу повернуты вот она сейчас видит что у меня за спиной а я вижу что там я говорю какой красивый камин какой камин какой прекрасный оператор поэтому вот вот эти вещи которые там я не вижу и который века не видит они вот мы делимся этим но иногда не хватает мудрости не настаивать что вот есть только камин и все или есть только вот этот замечательный оператор и камина не существует и смею надеяться что так повернувшись друг другу мы все-таки топаем то в одну сторону и даже если мы падаем мы падаем вместе потому что мы вот вот такой вот уже сцепки уже в таком слиянии которые не не разъединить не разломать и конечно к пониманию то собственно вот почему я веду свою витиеватую речь это действительно любовь любовь не в том понимании которую мы на сегодняшний день ощущаем любовь не в том понимании которая была у нас во время нашей встречи а любовь как абсолют который достичь невозможно есть лишь вектор стремления и видя вот это направление можно поэтому идти бесконечно потому что любовь это бог это бесконечность постичь этого невозможно можно только стремиться к этому и становиться по жизни наверное все счастливее счастливее да жена вот молодец которая всегда за мужем постоянно смотрю постоянно это отмечаю но скажите пройдя уже и огонь и воду вы уже за все эти годы совместной жизни такой любви большой вы уже определились для чего господь послал вас друг другу и вы открыли в себе разные грани да я правильно как сказать это такая штука то мы всего-то на все 18 лет вместе да это такой приличный срок но это всего лишь и огня и воды и труб и медных и стальных и алюминиевых и каких-то и титановых в нашей жизни будет еще предостаточно и на сегодняшний день там я часто говорю что мы друг другу даны для смирения да два гордеца два ярко выраженных лидера как и недолюбливаю это слово потому что раньше были герои а сейчас лидер лидер это который подминает под себя герой который жертвует собой немножко разное тоже такое отношение по моему я немножко герой скажите пожалуйста ведь сегодня есть такая грустная статистика что россия находится практически на на лидирующем месте среди стран разводников скажем так как вы думаете вообще почему это происходит ощущение что сегодня как никогда я в социологии собственно как и в политике вообще ничего не понимаю я знаю другое среди моих знакомых вот в 90-е годы повально значит сходились расходились люди а сейчас я знаю очень много пар которые достаточно долгое время находятся вместе и я знаю что когда я пришел в храм я видел вокруг себя точно таких же как я совершенно людей которые совершенно не понимают что они здесь делают просто пришли потому что ну вот вот душа требует потому что вот вот есть потребность в чем-то в чем нет ответа в других местах а сейчас я вокруг себя вижу людей которые интересуются и знают свою веру отвечая на вот этот вопрос почему такое огромное количество разводов и и она действительно катастрофическое потому что антон конечно он романтический настроенный человек среди знакомых ну практически если мы даже возьмем допустим мой курс гитиса да или наш мюзикл метро где фактически из всех пар сколько там осталось две две пары за все время да там за за все годы то что люди сходились люди женились люди расходились статистика налицо да действительно огромное количество разводов и продолжает увеличиваться в том направлении что люди вообще ну и не женится и считают многие то есть сейчас пошло течение вот это child free женщин сожительствует которые вообще считают что им жениться не нужно и что там паспорте не нужен тут речь о чем ценностно смысловое пространство которое так или иначе за последние 20 лет осознанно не осознанно я иногда смотрю на руководителей вот наших телеканалов и думаю он понимает что он делает вот либо дурачок либо подлец простите я сейчас страшно может быть вещь говорю но мне все равно мне безразлично будут нас показывать на центральных каналах или нет вот я смотрю и думаю вот вы понимаете что вы делаете и зачем вы это создаете зачем вы создаете такой продукт когда вы полностью человеку меняете ценности и смыслы а потом вы вы же в каком вы ну уже должны думать каком в обществе будете жить я понимаю рекламы я понимаю деньги всех денег невозможно заработать но почему когда нас пугали так долго америка и да нас пугали развратом разврата развратным лас-вегасом какими-то страшными совершенно развратами и вдруг я приезжаю туда по работе и вижу что в общем достаточно трудно себе представить более британское общество там изменить жене это целое дело это невозможно практически то есть государство сделано таким образом выстроила ценностно смысловое смысловое пространство своих граждан что у людей действительно есть реальный патриотизм там не просто какой-то реальный понимаешь у людей есть реальное понятие семьи брак семья дети да там и это вещи там есть законы которые ограничивают понимаете ограничивают вот это вот хотя да казалось бы вели однополые браки в америке у нас не водят у нас как-то вот в целом масштабе как бы в целом в целом когда к война да мы все вдруг осознаем уже вспоминаем про бога мы вдруг все говорим там господи помилуй мы вдруг мобилизуемся потому что у нас генетическая память есть несмотря на весь геноцид который был дело не в памяти дело в понимании вообще вот поубивали породистых то людей которые поубивали все священство поубивали все монашество да там поубивали людей верующих не разрешали ходить в храмы да то есть потом войну двадцать пять минут ну лучших же да героев кто там бросался под танки ну понимаете шел впереди своего товарища прикрывая его грудью был вот этот героизм жертвенность она еще тянулась из тех времен да когда люди были православными все-таки генетическая память она существует а потом вдруг произошло вот такое вот разрушение как мы говорили великим поэтом нашей современности Андреем Дементьевым мы сидели в позе как-то беседовали с Олегом Погодиным с Андреем Дементьевым и вот с Антоном он говорит я понял как называется наше время ничего не стыдно ничего вот видите вот ничего не стыдно людям не стыдно людям перестало быть стыдно вообще не в первый раз настает это время и каждый раз знаете как сказал другой не менее уважаемый наш знакомый Василий Ирозабеков потрясающий он и учитель и знаток русского языка который считает что вот тот язык которым мы разговариваем это в принципе свидетельство о Боге потому что мы даже смысла многих слов которые произносим не понимаем то же слово счастье с частью какой частью однокоренное слово с причастием ну понятно спаси Бог пол человека то есть это пол человека сотворил Бог человека мужчину и женщину сотворил их на первых же страницах страницах Библии мы читаем человек как некая соборность мужчина и женщина и один человек целоваться как продолжение этой темы, целоваться, хоть на мгновение поцелуя, стать одним целым. И вот он сказал такую фразу, что России предоставлялось два пути. Один губительный, другой маловероятный. И вот с завидной последовательностью Россия каждый раз выбирает губительный путь, но попадает в маловероятность. А знаете, почему? Я все время задавалась вопросом, почему? Да, почему? Мне пришлось на эти вопросы отвечать некоторым людям в Америке, которые с огромной любовью относятся к русским и говорят, ну расскажи, а что такое загадочная русская душа? И я думала, о чем кто-то задорван говорил, Россия – это душа, а душа всегда страдает, это душа мира. И вот я для себя лично, как я ответила на этот вопрос, на нашем примере, да ведь почему? Ну вот казалось бы, да, я как-то дадаю мероприятие, мероприятие патриарха это сказала, его протокольная служба чуть не посидела. Я вела мероприятие патриархи, я говорю, вот посмотрите, дети, а мероприятие было детское. Дети, посмотрите, мы живем в великой стране, мы говорили про русский язык. Мы всему миру показываем, что Бог есть, потому что нас уже быть не должно с 13 века, вообще в принципе. Если ученые, которые занимаются, вот знаете, есть такие ученые, которые занимаются военной политикой, разбором боев и так далее, боев, они посмотрят, как была выиграна, например, Вторая мировая война, они скажут, это невозможно, потому что вдруг все военачальники начинают делать глупости. Военачальники немецкие имеются в виду. Они в один день стали делать глупость за глупостью, они проиграли, они не могли проиграть, они умные полководцы, у них все было, почему? Или вдруг татарское войско разворачивается и уходит. Я сопоставляю, подождите, можно я сопоставляю, об этом, может быть, никто никогда не говорил. Потом мы сопоставляем это с датой, когда Сталин понял, что конец. Сталин открыл храмы, и три каким-то чудом выживших старца вдруг ему говорят, бери Казанскую икону Божьей Матери, облетай линию фронта три раза. Вот, и если историки, такие все умные-умные ученые, которые на самом деле уже прекрасно знают, что ни физика, ни математика не являются точными науками, если говорить серьезно об этом, они вдруг сопоставят эти даты, и оказывается, как только Казанская икона облетела, вдруг бац, и все хорошо, эти русские, голые, босые, пьяные, вдруг берут и выиграют войну. То есть людям доказательство Бога. То есть люди помолились, пьяные, босые, еле выжившие. Не все так просто, как говорит Вика. Послушайте, я скажу самую главную вещь. Смотрите, что происходило два года назад у нас в России? Мы все ждали самых страшных вещей. Что происходит на сегодняшний момент? Вдруг президентом становится Трамп, а руководителем Белого дома становится православный христианин. Вдруг, да, я вдруг набираю Казанская икона Божьей Матери в Википедии. Я блондинка, ну, я наивная. И вдруг написано, что наши космонавты, когда начались вот эти все страшные события в мире, да, вот эти там, Украина и так далее, они ее взяли в космос. Патриарх привез, значит, икону, и она летает вокруг Земли, Казанская икона. Значит, в нашем отсеке у наших космонавтов, вы можете посмотреть, зайдите в Википедию, я ничего не придумываю. Я все события, которые сейчас происходят в мире, улучшение, явное улучшение к тому, чтобы люди пришли в себя, немножко отрезвели, пришли к миру, да, хоть как-то, я это связываю только с этим. Я прислушиваюсь к каждому из вас, безусловно, и куча свидетельств, о которых вы сегодня даже сказали. В вашей жизни было самое важное свидетельство, и свидетельство Божьего присутствия. Это, безусловно, ваши дети, о которых вы говорите, это намоленные дети, и вы это всегда подчеркиваете. А ведь, почему об этом хочется спросить? В России есть и вторая беда, это аборты, с которыми борются, и борются как молитвенно, так и, в общем-то, с помощью волонтеров про лайф-движений. Вот давайте о детях все-таки, пожалуйста, о вашем свидетельстве. Подожди, есть, конечно, много свидетельств в нашей жизни, о чудесах, присутствии Божьем. У каждого, если, в принципе, не становиться в жесткую позицию сопротивления, а попытаться разглядеть, каждый человек может разглядеть. Что касается наших детей и их появления спустя 13 лет, их ожидания и просто разведения врачей руками, что, ребята, вы абсолютно здоровы, почему, что, как, обращайтесь в инстанцию выше. Я правильно понимаю, вы использовали все? Это, конечно, счастье. Мы ходили по всем врачам, а потом перестали ходить. И вот запеременили мы Машей, когда мы уже практически месяцев, почти год уже, вообще просто не ходили к врачам, забыли к ним дорогу. Мы стали молиться. Слава Богу за все. И в том числе, вот как у меня не было возможности рассуждать, жениться или не жениться, просто рычу и женился. Так же и не было детей, когда мы их очень хотели. И шли на многое там вот ради того, что вот мы хотели. Не так вот, слава Богу, да, за все. Не то, что там нам нравится или вот нам хорошо. Вот за все. Это слова святого 4 века Иоанна Златоустова. Перед смертью, а умирал он в ссылке, когда из одного города в другое его перевозили. И в болезни в тяжелейшей. Вот дай Бог нам всем повторять эти слова. Не просто машинально и механически, а с пониманием этого. Потому что, оглядываясь сейчас, и сейчас-то мы далеко не идеальные родители, мягко говоря. И я в своих детях вижу проявления Викиных каких-то вещей, которые я стараюсь искоренять. И своих, которые, ну, трудно. Своих же, конечно, труднее разглядеть, да, недостатки, чем другого. Другой, вот он перед тобой, да, вот, пожалуйста. И на детях это очень наглядно. И на детях это очень видно. Они нам помогают, вот как в зеркале себя видеть и в первую очередь исправлять в себе какие-то вещи. Хотя бы пытаться, хотя бы осознать, что во мне это есть. Какой совет вы бы дали родителям? Сегодня или тем, кто пытается? Это тот совет, что никакие громкие речи, никакие нравоучения, никакие бесполезные сотрясания воздуха не действительны, если при этом производятся обратные действия. И нельзя научить человека заниматься спортом, маленького человека, молодого человека, рассуждая, там, зная в теории строение и росте мышц, физиологию человека, но при этом сидя и тренируя единственный орган, то бишь палец, пультом от телевизора. Будет повтор, будет то же самое. Вика, а вы какой совет хотели бы дать мамам, в первую очередь? Мамам, да, я слабое звено в семье. Я, понимаете, я люблю. Я люблю их, вот у нас папа строгий, вот папа пусть... Это задача папы, в первую очередь, воспитывать детей. Мама – это любовь. Мама – это любовь, и вот у меня просто-просто любовь. Но, опять-таки, любовь, а не вседозволенность. Это разные вещи. Конечно, вот у меня иногда, конечно, ограничено. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент вы в разное время и в разном возрасте, насколько я понимаю, вы пришли к Богу. На сегодняшний момент вы как единое целое. И верующая пара, причем не только в жизни, на сцене, вы везде это демонстрируете, показываете, не прячете. Ну, скажем, мы не демонстрируем, мы просто так живем. Ну, опять же-таки, видно, что мы пришли к Богу, но мы, простите, далеко не идеальны. Это видно и слышно из каждого нашего разговора, из каждых иногда безумных идей, которые, там, или изречений, которые вылетают из нашего открытого рта. Да. Мы когда, вот я когда, мы с Викой начинаем вспоминать, там, что же мы говорили, да, на заре наших отношений, когда нас тоже начали приглашать на телевидение, когда, там, я сыграл в мюзикле «Нотр-дам-де-Пари», там, и Ария со страшными словами звучала из каждого утюга практически. Я даже знаю артиста, который отказывался эту песню петь в Белоруссии, Александр Патлис, когда ему дали эту партию. Он сказал, что нет, это противоречит моим убеждениям, он не вышел на сцену. Ну, это тоже, это другой, на мой взгляд, перекос, потому что произведение-то ведет к свету. И Ария, может быть, если ему дали где-то петь, там, в концерте, согласен. То есть, если бы сейчас мне предложили, вот, с чистого листа, да, вот, смотри, текст, вот, смотри, Ария, я не уверен, что я согласился. Скорее, наоборот, я бы сказал, не, ребят, давайте так, в спектакле я буду петь, а вот, чтобы песня звучала, и чтобы в детских садиках ее разучивали, потому что мы иногда приходили, были такие вообще безумные вещи, мы приходили, мы подготовили вам сюрприз, ребята, и три мальчика выходили и пели, не понимая смысла этих богохульных слов, потому что это три страстных, одержимых человека, абсолютно разных, которые за ночь с объектом страсти готовы продать свою душу. И об этом произведение, посмотрите, что будет, если поступать так. То есть, произведение действительно ведет к свету, но каким путем? Через отрицание. Многим людям, современным людям, вообще представляется сегодня, что жизнь с Богом – это жизнь ограничений просто. А многие верующие, безусловно, мне отвечают на этот вопрос, опять же, какая же это жизнь, да, они говорят, что это жизнь полная свободы. Абсолютно. И те же заповеди, это не ограничение Бога. Ограничение свободы и любви. Ограничение у того, кто набирает кредитов в завистливом желании жить не хуже других. Вот я хочу, я возьму этот кредит, потому что я хочу улучшить это, я хочу дороже машину, я хочу лучше одежду, я хочу все. Вот это не свобода. Вот это ограничение. Скажу вам такую вещь. Вот это ужас. Мы знакомы с несколькими людьми, которые, имея по мирским понятиям все, они это все раздавали и уходили в монастырь. Эти люди обретали настолько больше свободы, чем они были зажаты в мирской жизни. И они обретали настолько много счастья, что они не променяли бы вот этот свежий воздух ни на что. Но когда ты понимаешь, а в чем, собственно, вот эта свобода и в чем ограничение. Так ведь для многих артистов это ограничение сразу. Это стереотипы. И человек, который ездит на Мерседесе и ест устриц, он может быть гораздо более несчастлив, нежели тот, кто там ходит пешком и ездит на метро и ест кашу. Гораздо более мы знаем таких. И таких знаем, и таких знаем. И у каждого человека есть выбор. Пожалуйста. Это такие вещи. Когда человек приходит к Богу по-настоящему, неформально, не по моде, не по чьим-то принуждениям, он обретает такое счастье и свободу, как у Иоанна Крестьянкина, святого практически нашего современника 20 века. У него спросил один послушник, какие ваши самые счастливые годы. И он сказал, годы ссылок и тюрьм. Потому что Бог был близко. Ну, слушайте, вот и ограничения, вот и каторги, ссылки и тюрьмы. То, что вы считаете себя счастливой семьей и парой, это безусловно. Но в чем ваше личное счастье? Ну, а тут каждый, пожалуйста, по отдельности ответит. Я опять готов с вами поспорить, мы не считаем себя счастливой. Я бы, наверное, мог так ответить на этот вопрос 15-18 лет назад. Мы пара, которая стремится к счастью, стремится к тому, чтобы стать счастливой парой. А в чем в любви? Виктория. И когда только мы познакомились с Антоном, Антон познакомил меня со своим другом, с Олегом Кассиным, замечательным актером. Он смотрит, Вика, ты не представляешь, какой он спорщик. У него здесь ужасно, конечно, он все время спорит. Кто спорит? Я спорю? Неправда, давай обсудим. Если вы что-то говорите, Антон обязательно начнет спорить на эту тему, пытаясь рассмотреть ее с другой точки зрения. Ну вот это уже не спор, это уже попытка объективно взглянуть на что-либо. Раньше мне это не то, что раздражало, да? Что-либо. Просто это обескураживало и как-то просто, ну знаете, ну катастрофа, да? Человек не понимает, вот начинает с тобой спорить на ровном месте. Сейчас я рассматриваю это с исключительно... Вы спросили, в чем мое счастье личное, да? Мое глубоко личное счастье. Слава тебе, Господи, что я научилась искать причину всех неприятностей только в себе. Исключить всех внешних врагов. Никто не виноват, если у меня что-то происходит. Никто не виноват, если у меня муж спорщик. Он совершенно в этом не виноват, потому что замуж за него ходила я. Значит, это я. Значит, нужно по-другому смотреть на эту. То есть, я сказал, по-другому смотреть, он начинает спорить. Я думаю, ну правда, ведь есть и другая точка зрения. Можно, то есть, это же расширяет кругозор. Меня спросили, в чем мое личное счастье? В том, чтобы на все... В том, что муж спорщик. Пытаться посмотреть на любую ситуацию, можно посмотреть так. А можно посмотреть так. И вот я всем очень рекомендую своим ближним не смотреть на ситуацию так, как принято. Вот у людей есть такой стереотип. Как принято смотреть на эту ситуацию. Есть такие фразы. Гнев праведный. Вот он... А можно не гневаться? У тебя есть всегда два выбора. Вот, да, человек, допустим, неправ, но поступил жестко, непрофессионально, подвел. Ты можешь разозлиться. А можешь простить, отойти и не гневаться на эту ситуацию, и идти дальше. Пока мы живы, всегда есть возможность исправления. Всегда. Вот это дает неиссякаемый оптимизм. Спасибо. Именно это. Спасибо вам за эту короткую беседу, но тем не менее, я правда счастлива, что эта встреча состоялась. Берегите друг друга, пожалуйста, и продолжайте быть вот таким вдохновением для многих, несмотря на то, что вы абсолютно разные. Абсолютно разные. Слава богу. Вы должны были это в один голос опять сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.